У нас был главой правительства Эуд-Ульмерт, был Эуд-Барак, была цепь и ливня, они встречались с Арафатом в Кемп-Девиде, с Абумазаном в Анаполисе. Почему Эуд-Ульмерт не подписал с ним тогда соглашение? Хотя Эуд-Ульмерт согласился на все, на все требования. Абумазан даже не ожидал этого. Включая возвращение к границам 1967 года в Иерусалиме, он был готов открыть вопрос о возвращении беженцев, и все же он не подписал. Поскольку Эуд-Ульмерт попросил только одну вещь. Говорит, ты подписываешь окончательное решение проблемы, нет в дальнейшем никаких требований, ты готов отказаться от любых требований в будущем? Нет, он не был готов. И на этом все лопнуло. Поэтому говорить после более чем 30 лет и всех экспериментов Барака, Ливни и Ульмерта о том, что это реальная опция, нет. Она нереальна. И можно тут говорить только о нашем самоубийстве, создании палестинского государства. И нужно понять, что такое палестинское государство. Скажем, сегодня есть только в Сирии, в Ливане и в Вердане больше трех миллионов палестинских беженцев. Если они самостоятельное государство, ты не сможешь предотвратить... Принятие закона, да, у репатриации. Да, они предутся. Где они будут работать, с чего они будут жить. Они в лучшем случае будут грабить, воровать, и просто жизнь в приграничных с палестинским государством городах, неважно, Кварсаба, Фула, она станет просто невозможной. Хорошо, но опять же, переложить ответственность за все происходящее, как вы предлагали на Орданию и Египет, на данный момент не представляется возможным. Смотри, все может быть. Только для этого нужно принять решение и работать в этом направлении. Мы без США можем сами справиться с этой проблемой? Во-первых, нам нужно объяснить США, я думаю... Нет, вопрос другой. Мы без США можем справиться с этой проблемой? Мы можем справиться с любой проблемой. На сегодняшний день мы можем справиться с любой проблемой.